Всем привет, мои дорогие! Сегодня немного покупок из фикс прайса и не только. Значит, гель для стирки вот такой взяла на пробу. Стираю такими гелями рабочие мужа. Вот, считаю, что переплачивать бешеные деньги за это не стоит. Как бы на обычное белье у меня идет на данный момент тайт жидкий, лоск еще я люблю. Вот, а на рабочие вот такая вот ерунда, 77 рублей, литр 400. Там написано, что смена аромата. Как-то прямо интересно, что это такое. Эффективное удаление пятен. Будем смотреть. Так, вот такое вот новое тоже крем-мыло жидкое, литр 250, вишня и пион. Такого аромата я не видела, захотелось попробовать. Заливаем в дозатор как бы и вообще зашибись. Очень нравится нам, потому что мыло расходуется очень тоже много. 55 рублей. Ну, вот такая бумага трехслойная, большая, 12 рулонов. Берем тоже в экспрессе. Считаю, что как бы там самое нормальное на него, на эти вещи, на туалетные. Самая адекватная цена именно 149 рублей. Взяла вот такие коты, ватные диски, потому что до светофора не доехала. Тут 160 штук. Стоит это дело, сейчас минутку, по-моему, 55 рублей. Да, 55 рублей. И буду пробовать. Написано, что они с витаминным комплексом. Ну, капец. Так, далее. Вот такую себе взяла. Не помню, пробовала или нет, но попробовать пусть будет. Это как бы у меня такой расходный материал. Интимные соусетки для интимной гигиены. Посмотрим. Коты тоже. По-моему, тоже 55 рублей. А, нет, вру. 27,50. Так, дальше. По хозяйственным. Еще вот такой силитбэнк. Не брали, не пробовали. Антиналет и блеск. Я по горшкам дежурная. Не раз говорила, я больная до чистого туалета. И я всегда ищу какое-то что-то новенькое. Все то, что я пробовала в фикс-прайсе, пока мне вообще не нравится. Но вот это вот там не было. Что-то, ну, вот это вот захотелось попробовать. Может быть, удалить мне там пятно одно, которое меня просто жутко бесит. Вот, буду пробовать. Значит, стоит это дело. У нас 99 рублей. Далее. Взяла себе вот такой вот. Не пробовала тоже ни разу. Почему-то сюда проходила мимо. Биомед. Ополаскиватель для полостирта. Тут у нас что-что? Комплекс натуральный. Комплексный, натуральный, пенный ополаскиватель. Даже пенный. Ничего себе. Нарисована какая-то мандаринка. Надеюсь, будет приятный вкус. Долгая свежесть. Ну да, тут какие-то фрукты, что-то такое. Расскажу потом в пустых баночках или где-нибудь еще. Так, стоило это биомед. Сейчас, минутку. Так, 77 рублей. Не знаю, дорого это или дешево, но как-то так. Еще за 77 рублей всегда беру не молоко. Всегда, когда я в фикс-прайсе. Вот это именно рисовая классическая лайт, полтора процента. Самая там бюджетная цена. Зачем переплачивать, если там можно взять такое. Значит, смотрите, что-то вот новенькое решила попробовать. Солнечный завтрак, мультизерновое печенье, кунжут, ядры семечек и семена льна. Я вообще люблю вот такие всякие злаковые вещи. Мне кажется, должно быть нормально. Смотрите состав. Ну, маргарин, конечно. Ну, да. Я, честно, там не читала состав. Просто как бы взяла и взяла. Вот печенье это стоило у нас, минуточку, 55 рублей. Ну, сгодится, я думаю. Взяла еще новый чокопай, вот такой, с клубникой. Не пробовали, не знаю. Мы как бы с мужем такие сластеные. Я, когда приезжаю сюда, это все начинается величайший просто зажор. Он на меня сейчас наругался фикс и сказал, ну, зачем ты опять берешь? Ну, можно же просто не брать. Ну, что-то я вот не знаю. Такая слабовольная, короче. 55 рублей такой чокопай. И вот такие фрукты в желе. Прикольная такая штука. Блин, это так мне понравилось. Сейчас я открою, вам покажу. Это стоит 77 рублей. И вот такая вот желешка, да. Они все разные. С разными функциями. Тут их вот, ну, сколько. Получается. Сейчас я сразу все и закину. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Десять штучек. И я их, что делаю? Закидываю в морозилку. И это прям получается, как фруктовый лед. Обалденно вкусно. Вместо мороженого. Конечно, я не знаю по составу, что как бы... Ну, наверняка тут что-нибудь не очень полезное. Но давайте глянем. Так. Вода, сахар, кокосовое желе с добавлением в кусочек фруктов эмульгатор. Регулятор. Ну, да. Всякие такие не очень полезные вещи. Конечно, детям бы я такое, наверное, не рекомендовала. Но себе, в принципе, побаловаться вполне себе норм. Так, далее еще покупочки были у нас в магазине Ашан и, по-моему, Пятерочка. Вот такой берет у меня муж всегда. Санокс Ультра. По-моему, что-то он какой-то новый взял. До этого какой-то другой брал. Для ванны, для душевой. Ну, в общем, нравится. Так, это так уж я показала. Потому что хозяйственные же. И я себе решила взять, что-то мне захотелось, какого-то масс-маркета. И вот в Ашане увидела крем-скраб манго. Очень вкусно пахнет. Это Невея у нас. Такие там мелкие скрабирующие частички. Ну, и, конечно же, он не будет нормально скрабировать. Это просто такое отшелушивание легкое, я думаю, будет. Мне просто за аромат захотелось. Вот эту Невею 155 рублей стоило. И, ну, это просто вообще, я не знаю. Это что-то на меня нашло непонятное. В пятерочке. Белита Реви Вор восстанавливающий бальзам для волос. 170 рублей. Стоил объем 450 миллилитров. Не знаю, девчонки, что со мной. Что со мной не так. Но, в общем, вот такую штуку я себе взяла. У меня тут закончился бальзам. И ехать, забирать. Ну, короче, у меня лежит в другом месте. Это все, это целая история. Заказ я тоже тут уже не дождусь. И вот взяла то, что было. То, что остальное все уже пробовала. Было неинтересно. А вот это вот не пробовала. И поэтому взяла. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Тут у нас так вот так вот зафольгировано. Просто этот бальзам в свое время точно, я помню, все хвалили. Прям какой-то он фурор производил. Не знаю, пробовали вы кто. Что-то вот мне прям... Почему я его тогда давно не попробовала, не знаю. Но пришло, видать, время. Ого, ого. Вы посмотрите на эту консистенцию. Это прям вот очень густо. Очень густо. Пахнет, как бальзам-балет. Реально, травяным чем-то. Ну что, буду пробовать. Потом расскажу. За сухими, ломкими. Посмотрим. А вдруг это вообще будет пушка. Это, конечно, я тогда очень удивлюсь. За пол-литра бальзама 170 рублей или сколько-то. В общем, вот так. Такие были у меня покупочки. Ну, конечно же, продукты я уж вам там из Ашана, из Пятерки не буду показывать. Так просто что-то показала, что интересное и что посчитала нужным. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на меня тут и в Инстаграме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok